Фридж Мультитвист. Поддержание высокого уровня производительности на крупных предприятиях и фабриках почти всегда заслуга специализированного оборудования, то есть машин. Люди, даже если это группа квалифицированных специалистов, попросту не способны работать с той же скоростью, с какой это делают механизмы. Машина, которую вы видите на своих экранах, лишнее тому подтверждение. Фридж – немецкая компания, которая специализируется на выпуске промышленного оборудования для работы с тестом. Примечательно, что почти для каждого вида хлебобулочных изделий нужен свой собственный уникальный станок. Мультитвист, как можно догадаться из названия, спроектирован таким образом, чтобы крутить тесто. Его предназначение – создание заготовок разнообразных брецелей. От этой машины они почти сразу отправляются в печь, где становятся готовым к употреблению продуктом. Мультитвист способен создавать свыше 24 видов хлебобулочных изделий. В базовой комплектации машина изготавливает до 2000 брецелей в час, однако при необходимости она может быть дополнена модулями, которые повышают производительность до 20 тысяч изделий в час. HIPROAP 8000 Если вам всегда было интересно, как в промышленных условиях овощи очищаются от кожуры, то следующее оборудование, о котором пойдет речь, станет ответом на все ваши вопросы. Перед вами модель UP8000 от немецкого бренда HIPRO. Она была разработана специально для работы с овощами и корнеплодами. В частности, это морковь, редька и огурцы. Ими, конечно, дело не ограничивается. По сути, UP8000 может работать с любыми овощами, лишь бы они соответствовали следующим параметрам. Диаметр от 25 до 70 мм, а длина до 160 мм. Производительность машины мало оставит равнодушным, так как составляет 8000 овощей в час. Потеря веса в ходе очистки от кожуры каждого овоща составляет примерно 18-20%, что довольно мало. Это значит, что UP8000 делает свою работу не только быстро, но и качественно. Принцип работы довольно прост. Голубые ролики двигают овощи вперед по специальной камере. Между каждым их рядом размещены запатентованные головки, счищающие кожуру. По мере прохождения камеры каждый овощ и каждый корнеплод равномерно очищается от шкурки со всех сторон. Оборудование Сюджон. И хотя это оборудование, возможно, не произведет сильного впечатления из-за своих скромных размеров, оно все равно заслуживает нашего внимания. Все потому, что оно справляется с полным циклом по изготовлению китайских булочек с начинкой, которые готовятся на пару. Производитель — китайская компания Сюджонг Машинери. Демонстрируемые модели XZ86 и XZ290F отличаются разве что внешним видом, а также мощностью и производительностью. Данные машины оборудованы в первую очередь промышленными тестомесами, которые, как можно догадаться по названию, отвечают за замес теста. Полученная масса раскатывается в длинные тонкие листы, которые затем складываются и наполняются начинкой. Последняя задача, с которой справляется машина — это нарезка заготовки на отдельные готовые к упаковке изделия. Изготавливаемый продукт отличается высоким качеством и эстетичным внешним видом. Производительность может достигать 3000 изделий в час. Трайв Твистер Работая с любыми мясными продуктами, будь то свежие куски мяса или колбаса, сопряжена с большим количеством трудностей. Волокнистая структура, во-первых, замедляет процесс, во-вторых, заставляет прилагать больше усилий. Ну а в-третьих, мешает на выходе получать идеальные ровные кубики и ломтики. Твистер от немецкой компании Трайв — это революционное оборудование, способное разом решить все перечисленные проблемы. Широкий загрузочный бак позволяет работать с заготовками любого размера. Мощное острое лезвие работает быстро и без нареканий, раз за разом обеспечивая чистый ровный срез. Поразительно, но каждый час такая машина может обрабатывать до 3,5 тонн продуктов. Есть функция непрерывной и прерывистой резки, да и в целом работа лезвий настраивается в соответствии с потребностями предприятия. Обратите внимание, что твистер способен работать не только с мясом, но и с сыром, а еще он может нарезать продукт совсем мелко, чтобы получилась соломка. МНП Onion Peeler Одним из наиболее популярных продуктов в мире, используемым для приготовления самых разнообразных блюд, можно смело назвать репчатый лук. По этой причине продовольственные фабрики закупают его в огромном количестве, и все как один сталкиваются с проблемой – тяжелая и неприятная очистка. Потому что, само собой, прежде чем пускать лук в производство, с него необходимо снять все лишнее. Машина, которую вы видите на экранах, была разработана специально для указанной цели. Это специализированное оборудование для очистки лука от британского бренда M&P Engineering. Его главное преимущество – возможность работать с луковицами разного размера. Таким образом, существенно экономится время, ведь не нужно тратить его на предварительную сортировку. Рабочий диаметр луковицы варьируется от 45 до 115 мм. Очистка выполняется в два этапа. На первом срезаются шейка и донцы с корнем, то есть несъедобные части. Второй этап подразумевает поперечный неглубокий разрез, задевающий только верхние слои. Затем шелуха удаляется потоком сжатого воздуха. Производительность 110 луковиц в минуту. Весами MH100. А вот другое интересное оборудование, способное заменить на фабрике ручной труд, оптимизировать процессы и существенно увеличить производительность. MH100 от испанской компании Гесами работает с мясным фаршем, формируя из него различные изделия. Данная машина идеальна для производства котлет, в том числе для гамбургеров, фрикаделек, крокетов, наггетсов. Размер готовых изделий, само собой, регулируется. Диаметр варьируется от 22 до 130 мм. Толщина же может достигать 30 мм. Главное преимущество MH100 кроется в точности дозировки. Машина отмеряет порции таким образом, чтобы все готовые изделия имели идентичный размер и вес. Бак рассчитан на 24 литра фарша, что позволяет реже прерываться на его загрузку. Производительность зависит от режима работы. Так в час MH100 изготавливает до 1800 котлет или до 3600 фрикаделек. Спайс. Следующее оборудование, о котором мы поговорим, отличается от всех прочих, показанных сегодня. Все потому, что создавалось оно вовсе не для фабрики, а для автоматизированного ресторана, в работе которого почти не нужны люди. Спайс – удивительный ресторан, открытый в Бостоне студентами Массачусетского технологического института. И он с гордостью может похвастаться званием первого в мире роботизированного заведения. Кухня состоит из семи автономных блоков. Посетители ресторана выбирают ингредиенты желаемого блюда на специальном дисплее. Дальше они автоматически попадают в барабан, который добудет их до готового состояния. Побара в этой цепочке нужны разве что для того, чтобы нарезать ингредиенты и докладывать гарнир. После каждого приготовления плита самостоятельно себя ополаскивает. Трейсиллер А6. Придите в любой продуктовый магазин, взгляните на полки холодильников, и вы увидите сотни самых разнообразных товаров в пластиковых упаковках. Чтобы продукты внутри не потеряли свежесть и не испортились слишком быстро, контейнеры особым образом запечатываются. И именно за эту процедуру отвечает оборудование, которое вы видите на экране. Трейсиллер А6 – детище немецкого бренда Силпак. Само собой, работать оно может с самой разнообразной продукцией. Видео демонстрирует производственные процессы фабрики, работающей с креветками. Они помещаются в контейнер в чистом виде с маслом, либо в качестве одного из ингредиентов салата. В любом случае, упаковочная машина трейсиллер А6 отличается высоким качеством и точностью работы. Каждую минуту она герметизирует до 90 контейнеров. Точное число зависит от области применения и типа тары. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Брайн Тайм! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете!